Мы живем в эпоху глобальных перемен в стране. То, что в первую очередь бросается в глаза, это меняющийся облик наших городов, сел, улиц и домов. Изменения действительно разительны. Особенно это становится заметно в дни священного праздника Рамазан Хаид. Усиленная работа в этом направлении ведется и в рамках программы ОБОТ Маркас. Касансайский район на Манганской области. Край с 200-тысячным населением славится своей многонациональностью. Преимущественно здесь проживают узбеки и таджики. Скажем прямо, долгие годы инфраструктуре Касансая не уделялось должного внимания. И как следствие район обрел мрачные очертания. Инженерные коммуникации, дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, жилищный фонд. Все давно требует капитального ремонта. И наконец, многолетние проблемы начали решаться благодаря программе ОБОТ Маркас. Так, в рамках этой инициативы на благоустройство Касансая выделен 31 миллиард 330 миллионов сумм. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас ведется замена кровли, устанавливаются двери и рамы. А это одна из старейших школ Касансая, номер 8. Здание было сооружено в далеком 1973 году. И последнее десятилетие оно нуждалось в реконструкции. И она здесь началась. Государством выделено 3 миллиарда 600 миллионов сумм. Канализация, отопительная система, рамы, двери, обновляется все. По периметру школы устанавливается новый забор. В спортзале ведется замена кровли. В рамках программы ОБОТ Маркас предусмотрены условия для того, чтобы население могло полноценно проводить свой культурный досуг. Так, в Махале Махдуму Азам создается зеленый сквер, а поблизости сооружается и площадь памяти. Работа не прерывается ни на минуту. Между тем, в райцентре в самом разгаре процесс строительства площади для молодежи. На данный объект выделено 10 миллиардов. Средства, как видите, серьезные, но и условия здесь впоследствии будут соответствующими. Чистая питьевая вода. Ее нехватка в Касанцае остро ощущалась несколько десятилетий подряд. Сейчас идет прокладка труб в жилые массивы. А там, где они изношены, устанавливаются новые. Параллельно ремонтируется канализационная система, прокладываются лотки. Приводятся в надлежащий вид и остановки. Впервые здесь будут сооружены стеклянные, которые сейчас украшают крупные города Узбекистана. Параллельно ведется установка осветительных приборов. В рамках программы «Обат Маркас» будут созданы и новые рабочие места. Например, путем запуска вот таких швейных фабрик. На предприятии сейчас заняты 600 человек. Преимущественно девушки, которые ранее были без работы. В скором времени поблизости будет открыта еще одна такая производственная мощность. Перенесемся в Чузский район на Манганской области. Этот край подарил миру не один десяток талантливых ученых и выдающихся людей. Сегодня на этой территории проживают 230 тысяч человек. И надо сказать, до последнего момента проживали не в самых лучших условиях. За долгие годы отсутствия внимания в Чузстве накопились проблемы во всех сферах жизнедеятельности. От ЖКХ до социальной. И вот, наконец, пришло время все поставить на свои места. 53 миллиарда 270 миллионов сумм. Именно столько выделено в рамках программы «Обат Маркас» на благоустройство Чузского района. Впервые за многие десятилетия здесь сооружаются жилые многоэтажные дома. Это массив Гульзор, что расположен в райцентре. Совсем скоро на этом месте будут красоваться шесть жилых высоток, отстроенных по самым современным технологиям. Кстати, новенькие квартиры будут вручены людям, которые в них остро нуждаются. Как и в других райцентрах страны, в Чузстве также будет своя аллея памяти. Сейчас специалисты работают над проектом данного объекта. Крупные строительные работы развернулись на центральном Дехканском рынке. Работа кипит на каждом квадратном метре. Большие изменения ожидает парк культуры и отдыха имени Мавлона Людфулоха. Как известно, этот объект известен в масштабах республики. А потому и благоустроительная работа здесь запланирована соответствующая. Объекты социального предназначения. Они также массово подвергаются капитальному ремонту. В частности, 4-я общеобразовательная школа и 2 дошкольных образовательных учреждения. 23-е и 27-е. Большая часть ремонтных работ на этих объектах уже завершена. И надо сказать, что с большим энтузиазмом в процессе принимают участие жители округи, которые своими руками хотят сделать свой родной край лучше. Кстати, на ремонт каждого детского сада выделено по 2 с лишним миллиарда сумм. С своего часа уже много лет ожидает и 7-я специализированная школа-интернат. Здесь проводятся ремонтные работы на 2 миллиарда 100 миллионов сумм. Меняются рамы, двери, обновляется отопительная система. Ведутся отделочные работы в общежитии и учебных классах. Так что новый учебный год ребята начнут в свежем и обновленном здании. Обновляется и Махалинский центр ДОСЛИК. В скором времени здесь запланирована сдача целого ряда объектов. Магазины, парикмахерская, лепешечная и другие объекты для нужд населения. И это, конечно, качественным образом обновит ландшафт территории. А это главная сцена района – Дом культуры. Долгие годы он не использовался по своему прямому назначению. А все потому, что нуждался в ремонте. Он здесь начался. И всего через несколько недель здесь возобновят концертные программы и другие культурные мероприятия. Да, облик Чужского района преображается на глазах. И все благодаря беспрецедентной программе «Обот Маркас». Субтитры создавал DimaTorzok